МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это медицинские средства и вооружение с боеприпасами. О ее предоставлении договорились президенты Украины Владимир Зеленский и Шаджо Байден во время встречи в Вашингтоне. Сегодняшний борт доставил заключительную часть груза для нужд вооруженных сил Украины. Общая сумма помощи составила 60 миллионов долларов. Наша съемочная группа работает в аэропорту Борисполь. Больше подробностей расскажем уже в следующем выпуске новостей Украины. Один украинский военный ранен, еще один получил боевую травму на Донбассе. Незаконное вооруженное формирование в течение суток 9 раз обстреливали наши позиции из пулеметов и минометов, запрещенных минскими договоренностями калибров. Ситуация на линии соприкосновения уже несколько недель обостряется, и украинская армия должна быть готова к любому развитию событий. Об этом накануне говорил президент Украины Владимир Зеленский. И благодаря поддержке международных партнеров военные способны противостоять атакам агрессора. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью нашему телеканалу спикеру украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Ристович. У меня было осуществлено по 9 возможным вариантам событий, которые просчитали наши аналитики еще в апреле этого года. Планирование соответствующее было осуществлено с нашими союзниками, в том числе с американцами. Ллойд Остин приезжал на этой неделе не просто так, с региональными нашими союзниками, с соседями. В первую очередь речь идет о странах Балтии, Польше. Союзники нас обеспечат полной военной помощью, включая поставку вооружений, военные техники, оборудование, советников, финансовые помощи и так далее. Россияне тоже это знают. Поэтому для них переход в наступление на Украину – это самоубийство. Спят по очереди, с потолка течет вода. В таких нечеловеческих условиях содержат безосновательно обвиненных в терроризме девятерых крымских татар. Об этом в Телеграм сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Накануне граждан Украины в СИЗО Ростовской области России посетили их адвокаты. Они и рассказали о переполненных сырых камерах, в которых их подзащитные ожидают рассмотрения апелляционных жалоб на незаконные приговоры. Людмила Денисова требует от своей российской коллеги Татьяны Маскальковой срочно обеспечить заключенным соблюдение их прав. Членство Украины в НАТО России не касается. Так генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил Владимиру Путину. Накануне президент РФ сетовал, якобы участие Украины в Североатлантическом блоке угрожает российской безопасности. Тему продолжат мои коллеги. НАТО, оборонный альянс, а каждая независимая и суверенная страна, в частности Украина, вольна сама решать вопрос о членстве. Отметил на пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов блока его глава Йенс Столтенберг. Так он прокомментировал заявление президента РФ о том, что Украина в НАТО – это угроза для России. Ни одно государство не имеет права вмешиваться или иметь какое-либо веское слово в этом процессе, так как Украина – суверенно независимая страна. У суверенных независимых стран есть право самим выбирать свой путь, и поэтому только самой Украине решать вопрос о стремлении к членству в НАТО. И как только страна будет соответствовать всем стандартам альянса, 30 его членов примут свое решение. По словам Столтенберга, альянс стремится только и исключительно к миру и стабильности. Однако НАТО все же остается ядерным блоком до того момента, пока ядерным оружием также обладают такие страны, как Россия, Китай и Северная Корея. Все ради безопасности в мире, заявил министр обороны США. По моему мнению, то, что президент Байден хочет получить от любых отношений с Россией, так это стабильность и предсказуемость. И с другими государствами тоже. Это очень важно. Повторюсь, мы также продолжим поддерживать всех наших союзников и партнеров в вопросе защиты их суверенных территорий и в желании укрепить свою обороноспособность. Для укрепления альянса министр обороны согласовали создание первого в истории инновационного фонда НАТО. Его размер составит 1 миллиард евро. Средства стран-членов будут направлены на развитие технологий двойного назначения. Таких, которые можно использовать как в оборонном, так и в секторе безопасности. Окончательно утвердят этот фонд лидеры НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году. Вадим Крамор, Новости Украины. Очень сложные времена. Именно они ждут нашу страну, если украинцы продолжат пренебрегать вакцинацией. Об этом по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил секретарь Алексей Данилов. Также на повестке подготовка к отопительному сезону и главный вопрос, достаточно ли в стране газа, чтобы пережить зиму в тепле. Валерий Бакус расскажет больше. Подготовка к отопительному сезону, готовность всех структур и газотранспортной системы – ключевые темы на повестке дня заседания Совета нацбезопасности Украины. Ведь в этом вопросе не все гладко. Есть определенный саботаж выполнения решения именно в плане создания энергетического баланса, полного энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы понимаем, что есть определенный круг лиц, которые в народе называют олигархами и имеют большое влияние в этой области, мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился этот фундаментальный документ в нашей стране. Начиная с завтрашнего дня, несмотря на то, что это суббота, будет создана большая рабочая группа, в которую будут привлечены все, для того, чтобы все, что происходит в этой области, было публичным и понятным. Вторым вопросом повестки дня был коронавирус и все еще низкие темпы вакцинации. Чтобы избежать коллапса системы здравоохранения, ежедневно должны прививаться минимум 350 тысяч украинцев. Господин Ляшко должен обеспечить план по вакцинации, которая была принята ранее. Президент ставит задание, чтобы оно было выполнено максимально в сжатые сроки. До нового года остается 70 дней. И еще раз подчеркиваю, если мы не будем с вами ежесуточно 350-450 тысяч человек вакцинировать, у нас будут очень сложные времена. По словам Данилова, 99,9% умерших были не привиты от коронавируса. И это значит, что без вакцинации Украину ждут очень тяжелые времена. Валерий Бакус, Илья Крепак, Новости Украины. О важности вакцинации от коронавируса говорили сегодня и в стенах парламента. Министр здравоохранения Виктор Ляшко с трибуны рассказал о том, насколько агрессивен Дельта-Штамм, а нардепы в свою очередь решили ужесточить правила входа в Верховную Раду. Но уже со следующей пленарной недели. Из-за поправочного спама к проекту бюджета на следующий год пришлось отложить рассмотрение нескольких важных вопросов. Юлия Грановская продолжит. Коронавирус может не исчезнуть никогда. У него уже 13 тысяч мутаций и один из наиболее агрессивных штаммов – Дельта. В случае заражения критическое состояние наступает всего через несколько часов. И тогда медики бессильны. Рассказал во время выступления Верховной Раде министр здравоохранения Виктор Ляшко. И обезопасить себя от тяжелого течения болезней и смерти от осложнений можно лишь благодаря вакцинации. Это вакцина для жизни. Надо делать прививки, защитить себя от ковид. Дальше мы скажем, что делать. Будет ли это бустерная доза, будет ли это бустерная доза для определенной категории населения, или это будет второе, повторное, двукратное вакцинирование, как было в первый раз. Вакцины в Украине достаточно, подчеркнул Виктор Ляшко. Точно так же, как и кислородных концентраторов. Вот только расход кислорода при Дельта-штамме значительно выше. Вы должны понимать, что происходит сегодня с Дельтой. Увеличивается количество госпитализированных, увеличивается количество людей в инфекционных отделениях. И потребление кислорода по сравнению с апрелем выросло в 2-3 раза. Вакцинироваться нужно всем, и депутаты не исключение. Парламентарии планируют на следующей неделе принять постановление об ужесточении допуска Верховную Раду. Только по ковид-сертификату или с отрицательным ПЦР-тестом. Сейчас в нашей стране есть проблема. Вакцины достаточно, но люди не хотят вакцинироваться. Сейчас принципиально важно, чтобы мы также со своей стороны делали свою работу. И сами вакцинировались, и показывали пример. Мы на большинстве уверены, депутаты-антивакцинаторы должны делать ПЦР-тест за свой счет, чтобы попасть на работу. У нас меньше половины, насколько я знаю, привито. И еще некоторые не собираются. Я знаю, что некоторые являются антивакцинаторами. Не хочешь? Пожалуйста. ПЦР-тест каждый день делай. Пусть наполняет таким образом бюджет. Платят налоги. Уже на следующей неделе Верховной Раде и в здании комитетов откроют пункты вакцинации от коронавируса. Мы в аппарате. Понимая, что такое будет постановление, оно неизбежно. Мы уже начали подготовку. Было уже совещание с руководством аппарата. Мы работаем по двум направлениям. Первое. С понедельника-вторника начнется бессрочная вакцинация в Верховной Раде для тех, кто еще не вакцинирован. Будут работать два пункта вакцинации. Один где-то здесь под куполом, а другой на садовой. Продлится на следующем пленарном заседании рассмотрение поправок в проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Сегодня рассмотреть все правки депутаты снова не успели. Не могут уже второй день отправить в отставку и министра экологии Романа Абрамовского. Отставка откладывается. Наверняка она будет 3 ноября. Откровенно говоря, у меня был частный разговор с господином Романом. Он уже хочет уйти в отставку, но пока народные депутаты не проголосуют, он останется министром. Планируют парламентарии рассмотреть и правки в законе об олигархах. Они касаются только технических моментов, которые указало юридическое управление. И мы сейчас внесли эти изменения в решение комитета. Мы будем просить господина Стефанчука, согласно статье 131 регламента, проголосовать на следующей пленарной неделе в зале. Еще один отложенный на следующую пленарную неделю вопрос – возможного отстранения народного депутата от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой от участия в пяти следующих пленарных заседаниях. Во время пленарного заседания 8 октября она в партийном чате прокомментировала смерть Антона Полякова фразой «на одного врага меньше». Юлия Грановская, Дмитрий Борщ, Новости Украины. И сегодня же Верховная Рада поддержала обращение к президенту о санкциях против корпорации «Рошен». Причиной такой инициативы ее автор, народный депутат Плодлен Никлюдов, назвал, цитирую, «финансирование бюджета государства-агрессора». Подробнее об этом расскажем в выпуске новостей в 23.00. В Украине пока не удается остановить рост уровня заболеваемости коронавирусом. Реанимации переполнены, количество новых случаев заражения почти 24 тысячи за сутки. 614 летальных случаев. Как Украина борется с пандемией, наши региональные корреспонденты расскажут. На трех львовских автовокзалах второй день подряд полиция проверяет у пассажиров наличие сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Человек показывает QR-код, планшетом сканируется этот код, соответственно показывает планшет информацию, что сертификат действителен. Когда и какого числа проведена вакцинация и фамилия, имя, отчество. ПЦР-тесты трудно проверить, так как очень много заведений есть, которые делают эти тесты, государственные и частные. Поэтому быстрой поверки нет. Если в автобусе у кого-то из пассажиров нет ковид-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, на перевозчика составляют админпротоколы. Водителям грозят штрафы от 34 до 170 тысяч гривен. Все должны ехать в масках. Маска должна быть не на рту, а на носу. Ездят все вакцинированные. Что я могу еще сказать? Сертификаты? У кого ПЦР-тесты? А где вы их проверяете? При посадке в автобус на Стрийском автовокзале. Тем временем в Харькове в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса хотят ввести ограничения и на перевозки в городском транспорте. И в метрополитене надо будет увеличивать количество следований поездов и уменьшать интервал, чтобы меньше людей было в одном вагоне. Эти правила придется принимать, если не будет иной ситуации. А вот Полтавская область стала одним из лидеров по темпам вакцинации в Украине. Здесь больше половины населения уже получили две дозы прививки. Местные центры массовой вакцинации в ходе рабочей поездки посетил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, область справилась и с пилотным проектом – вакцинацией отдаленных сел и поселков. В Полтаве реализуется довольно эффективный проект с привлечением к вакцинации сельского населения. Такой пилот мы планируем со стороны Министерства здравоохранения вместе с офисом Всемирной организации здравоохранения внедрять и реализовывать в других областях Украины. За последние сутки в стране привилось рекордное количество украинцев – более 269 тысяч. Юлия Биль, Надежда Сухорукова, Андрей Домовой. Новости Украины. Напомню, по данным электронной системы здравоохранения, 97% людей, которых госпитализировались COVID-19 в сентябре в Украине, были не вакцинированы. То есть не получили двух доз антиковидной прививки. В Минздраве подчеркивают, иммунизация – самый действенный метод профилактики коронавируса. Медики также призывают носить маски и придерживаться социальной дистанции. Получить ответы на все вопросы, касающиеся COVID-19 и вакцинации, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Бессмысленная и жалкая попытка запугать. Так замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовкова расценивает ночное нападение на его дом. 25-летний безработный мужчина без постоянного места жительства бросил во двор чиновника коктейль Молотова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. В результате нападения никто не пострадал, а злоумышленника уже задержали. Надеемся, что скоро будут установлены заказчики и возможные мотивы этого нападения, а также привлечены все виновные к ответственности. Сам Игорь Жовкова уже дал показания следователям. Сейчас он на рабочем месте, продолжает выполнять возложенные на него функции. По его словам, такая попытка запугать его или Офис президента – бессмысленная. Жалкое и подобное проявление ненависти недопустимо в цивилизованной стране. Известно ли имя заказчика нападения, каким образом исполнитель получил от него инструкции и за какую сумму согласился поджечь дом замглава Офиса президента Игоря Жовкова, в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу рассказали в нас полиции. Он рассказал, что искал объявление о работе и наткнулся на сообщение, в котором был заказ на поджог дома неизвестного ему человека. По его словам, адрес потерпевшего и дальнейшие указания он получал через мессенджер Телеграм. Далее ему обещали за это заплатить 4000 долларов. Сейчас сотрудники киберполиции продолжают устанавливать личность заказчика этого преступления. Укрепили несущие конструкции, установили опоры и положили дорожное покрытие. В Славянске Донецкой области после капитального ремонта открыли городской мост. На ремонт из областного и местного бюджетов выделили 47 миллионов гривен. Строительные работы в рамках президентской программы «Большое строительство» длились три месяца. Результат видела Алена Грамова. Житель Славянска Александр работает в Краматорске. Говорит, последние полгода поездка в соседний город была больше похожа на бег с препятствиями. Из-за ремонта городского моста добираться приходилось по объездным дорогам. Сложность одна – попасть в город. Было два варианта. Либо очень плохая дорога через Машмет, либо через трассу, но это намного дальше. С открытием моста эти вопросы снимаются. Из-за отсутствия переправы страдали и пешеходы. Автобусы подъезжали, люди переходили, бог знает сколько шли, пересаживались в другие автобусы. Очень трудно и сложно было. Мост длиной 90 метров не ремонтировали полвека. В итоге посреди дороги образовали сквозные дыры. Могу сказать, что он вообще не ремонтировался капитально с 60-х годов, потому что еще в 2015 году приходилось вообще, ну уже в мою бытность как мэра, восстанавливать документацию. Не было ни паспортов, мостов, ни проектно-сметных. За несколько месяцев подготовили новый проект. Работа приступили в середине лета. От старого моста оставили лишь несколько несущих конструкций. Установлены деформационные швы. Это сегодня самые последние технологии установки этих швов для температурных расширений. Также установлено у нас барьерное ограждение оцинкованное, которое раньше применялось обычно металлическое и требовалось постоянной покраски. По обе стороны проезжей части оборудовали тротуары и установили новое освещение. Сам же купеческий мост огорожен коваными перилами. На его официальное открытие пришло около 200 горожан. Мне мост очень нравится. Он очень удобный и красивый. Очень красиво, очень хорошо. Думаем, и качественно должно все будет. Мост отремонтировали в рамках государственной программы «Большое строительство». Он обошелся бюджету в 47 миллионов гривен. В облгосадминистрации обещают, мост прослужит минимум 50 лет. Алена Грамова, Вадислав Бобрун, Новости Украины. Овации стоя. Лидеры ЕС аплодировали канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она в последний раз в должности главы немецкого правительства приняла участие в саммите Совета Евросоюза. Президент Евросовета Шарль Мишель вручил ей специальный памятный знак за участие в 107 официальных встречах лидеров ЕС за все 16 лет, что Ангела Меркель находилась на посту канцлера. Официальный сайт Совета Европейского Союза опубликовал видеоролик, посвященный железной фрау, завершив его фразой на немецком «До свидания, Ангела». С пожеланием оптимизма и уверенности в себе я прощаюсь до следующего выпуска новостей. Всегда можно посмотреть в соцсетях. Напоминаю, вакцинация может уберечь вас от тяжелых последствий COVID-19. Субтитры создавал DimaTorzok